Я рад приветствовать вас на телеканале «Импак». Спасибо, что вы с нами. Это программа «Влияние». Я имею честь сегодня предоставить моего друга-служителя, пастора Василия Порхатюка. Приветствую, пастор. Приветствую вас, братья, приветствую, сестры. Welcome back, welcome back. Очень приятно. Понравилось. Нас будет интересна беседа, друзья. Буквально на днях вы видели повтор моей программы, когда мы были в Корее с нашей командой. И те служители, которых вы видели, будут в Портленде. Они, целая команда прилетает для того, чтобы проводить молитвенную конференцию в Портленде. Это будет 11, 12, 13 мая в городе Портленде, штат Орегон. Повторяю, это те корейцы. На днях мы повторяли эту программу с моим участием, с участием старшего пастора Джон Пилдю. Программы, которые вы смотрите постоянно на телеканале «Импакт» в часовом формате. Они прилетают с целой командой в Портленд для проведения молитвенной конференции. Поэтому, если у вас есть любые вопросы, вы можете обращаться в Василий Вакульский, потом Петр Назарчук и Петр Апанасюк. Поэтому вот такая небольшая анонсировка. Прежде, пастор Василий, прежде чем мы приступим к теме, знаешь, чем были заняты мои мысли сегодня с утра? Я размышлял. Вот приятно будет узнать. Я размышлял от книги пророка Сафонии. Возможно, размышлял во свете того, через что сегодня проходит Америка, народ Америки. Вот эти всякие передряги предвыборные, послевыборные, вот эти лагеря, которые образовались враждебные и либеральные, очень жестко, критически настроены против всего святого. Настолько оно вскрылось в последний год, настолько оно показало, кто есть кто. И 12 стих 1 глава. И будет в то время, я со светильником осмотрю и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. Не делает Господь ни добра, ни зла. То есть, чем больше усугубляется грех, умножается грех, чем больше, тем более, мы видим, общество сидит на дрожжах, образно здесь, на своих собственных дрожжах, типа вот расту на своих дрожжах, Бог не делает ни добра, ни зла, но это же не так. И близок, великий день Господень, близок и очень поспеша, здесь же, уже слышен голос дня Господня, горько возобьет тогда и самый храбрый, самый храбрый. Такие размышления, но ты возвратился из Африки. Интересная поездка. Очень интересная. Интересная. Я был в Камерун, был служитель Джон Чи, был в Саус-Африке, Шепард Бушир и еще одного служителя был. Действительно большой контраст, то, что вот там видел, и вот о чем ты читаешь. И действительно, что не делает Бог, это просто люди игнорируют работу Божью, которая, она справа и слева, а вокруг нас, это просто своеволие и преднамеренное игнорирование. Но ты был в другой среде. Ты мне рассказывал в частной беседе о том, что в 2 часа ночи десятки тысяч народа, они сидят и слушают слово. Пастор, как его? Шепард Бушир. Да, да, да. И нужно сказать... То есть здесь контраст между нашей действительностью и то, что происходит в Африке. И Саус-Африка, это очень развитая страна. Ну да. Вот Претория и Джонесбург, это очень красивая, вот как Калифорния, машины, фривей, дома, природа, и в целом очень развитая страна. И служение в понедельник, у них по понедельникам идет служение, они называют бизнес-служение. То есть пастор проповедует на тему финансов и бизнеса. Как вести бизнес, что церковь, царство Божье, оно на жертве сегодня. Оно через все времена двигается на жертве. И сегодня нет другого пути, чтобы оно двигалось без жертвы. Ты говоришь без финансов. Финансы, да. А то мирской человек слушает и думает, в жертву приносят 50-ники. И он проповедует. И вот каждый раз служение начинается в 6 часов вечера. В 5 часов идет где-то прославление. В 5 часов? Да. В 11 часов вышел проповедовать пастор. В 11 вечера, ночи? Да, 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 ночи. И в 2 часа утра закончил. И вот там 5-6 залов больших, где собираются люди, потому что они сейчас в процессе строительства церкви на 60 тысяч сидящих мест, 4 тысячи гостиниц, номеров и библейский университет, институт, не знаю как там, они сейчас в процессе. Но тем не менее, покуда вот эти 60 тысяч зданий будет построено, то на данном этапе вот те залы, которые полностью забитые, проходишь, это все заполнено. Трудно сказать сколько. Говорят, что в этих вот собирается у него по воскресеньях около 80 тысяч. Сколько было в понедельник, трудно сказать, но все вот эти залы, которые показывают на экран, все они заполнены. Через мониторы установлены, да, 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 все заполнены были. Ну, конечно, я был, у них была неделя поста, 7 дней поста за призыв ко спасению людей. И они по-серьезному каждый вечер собираются на молитву и молятся. Вот эти все тысячи людей собираются и молятся. Ты думаешь, не о них, здесь Господь говорит, они не говорят, не делает Господь ни добра, ни зла. Наверное, эти говорят, делает Господь добро. Да, делает Бог. И это правда, что очень сильное свидетельство, духовное свидетельство. Свидетельство, которое мы завтра будем показывать тоже в прямом эфире, это из той серии или это из твоего служения? Да, это из служения Джон Чи, который будет делать у нас конференцию, 12, 13, 14 мая тоже. То есть мы сделаем анонсировку так же, мы сделаем анонсировку, это будет 12, 13, 14 мая. Вы снимаете большой зал. Это помещение где-то на 6 тысяч мест. Это тот пастырь, который был в прямом эфире у нас два года назад. Да. Нет, год назад. Год назад. Да, год назад. Это когда были исцеления. Да, были исцеления. Несколько часов мы делали прямой эфир. И освобождение демонов. Возвращаясь к Африке, то есть ты был впечатлен? Я был впечатлен этим служением, которое в Сауд-Африке. И что касается Камерун, вот откуда этот служитель, эта страна не так, как Сауд-Африка, она lower, не так developed, развитая. И часть, где находится его церковь и служение, как раз получается часть англоговорящего Камерона. Основной Камерон французский язык, а это англоговорящая часть. И там сейчас малость несогласия политической, и люди хотят отделиться, иметь федерацию, и там страйки экономически там посажены. Но тем не менее, из-за того, что в служении этого апостола, Джон Чи, или пастора, проявляется сильно исцеление больных людей, исцеление болезней. Разно. Я вот ходил, как белый человек с Америки, мы ему много помогали. Я ходил за ним, рядом, куда он идет, вот по этим молитвенным линиям. Это тысячи людей приезжают стоять в эту молитвенную линию, чтобы Бог прикоснулся к ним. И потом есть свидетельства. Сильные свидетельства. Хотя не всех Господь исцеляет. Трудно определить, кто не исцелен, потому что те видимые люди, которые допущены, там они проходят какую-то цензуру. Не всех допускают на молитвенную линию. Он не молится за людей, которые разъемные с какими-то дефектами. Он говорит так, я стараюсь максимум служить людям, сколько Бог мне дал. Чего Бог мне не дал, я не хочу людям обещать и выставлять где-то, чтобы у них вера пропала, которая была до исцеления, чтобы после исцеления она пропала. Потому что он очень скромен и сдержан, но служит, идет на большие риски. Молится за таких людей, которые вот так глазу очевидно, что это очень больной человек. Там с кислородными баллончиками, с костылями, поломанные где-то ноги, астма ярко выражена. Вот эти поддерживают, как поддерживают кассеты. И я вот иду за ним, он известен в духовном мире, его знают, очень ярко знают. И в том числе... То есть и бесы тоже знают. Да, сдалека знают. Вот я прохожу, и другие люди ходят, общают. Потому что в материальном человек может быть на высоте. А помнишь, как в Деянии Святых Апостолов написано? Ну, ему дано. Говорит, Христа знаем, и Павел нам известен, да вы кто? Если дано, значит, это видно, что дано. Да, это дано, это правда. То, хотя страна бедная, вот люди где-то стирают, стиральных машинок нету, стирают там с тазика в тазик вручную. Но в духовном мире эти люди известны. Вот, потому сказать, что не делает Бог ничего, это просто люди игнорируют. Целенаправленно направили свои глаза туда, чтобы не видеть Бога. Да, на зло. Но Бог делает сегодня большие Божьи дела. Как служение у тебя после, ты начал приглашать, чем, наверное, подвергался и критике некой, да? Но ты не смотришь на это. Ты начал приглашать африканцев, братьев. Как ты видишь в служении? Я имею в виду какой-то прорыв, духовный прорыв в молодежь. Потом есть, были исцеления, ты говорил. И мы даже, я помню, люди свидетельствовали там же в эфире, когда выходили и с колясками. Вот, как твое мнение относительно, потому что ты несколько африканцев приглашал пастырей, чтобы проводить такие крусейды в вас. Вот, братья, сестры, друзья, несколько слов об этой теме, этом вопросе. На самом деле, я миссионер. Я был миссионером в России с моей семьей, женой, детьми. И когда приехал сюда, это и была моя цель, чтобы служить людям, где живу, нахожусь справа и слева. Я встретился сразу же с братьями-служителями тех церков, которые там есть, большие, хорошие наши славянские церкви. И был вопрос поставлен очень категорично, как быстро церкви перейдут на английский язык, потому что без английского местным людям проповедовать не будешь. Действительно, что вот церкви наши славянские там большие, приехали пожилые люди, которые всю жизнь привыкли к славянскому языку. Потому братья очень осторожно отнеслись к моей идее, насколько быстро английский будет применен, и насколько быстро молодежь будет востребована в служении для проповеди. Потому что в колледжах вместе, на работе вместе, в офисах, в парке, в спортзалах, кругом мы вместе. Мы вместе, мы в Америке. Только получается так, что Евангелие наше славянское в четырех стенах не для американцев. Поэтому этот вопрос у меня как раз и стоял ребром. Будет ли наша жизнь, наше Евангелие там, где мы живем? Это хорошо где-то поехать на Украину, Молдавию, в Россию с Евангелием. Ты так же думал о молодом поколении, которые будут ассимилированы в обществе. Они очень быстро, да, очень быстро. Потому церковь началась из двух-трех семей. Без английского языка, старшим детям было по 14 лет. И смотри, вот какой был просчет. Я просчитал американское общество возрастную категорию, которая может быть более быстро и легко досягаемая Евангелием ко Христу. И для меня оказалась самая доступная категория возрастная – это молодежь, подростки. Потому что мои дети в школу и в колледж, и факт показывает, что семейные люди, они обременены, билы, платежки, какие-то семейные драмы, финансовые недостатки. Они уже где-то определились кто-то где, а молодежь, она такая вольная. Если заговорить для молодежи сегодняшним молодежным языком, я был уверен, что церковь можно организовывать, и люди будут спасаться. И через детей, через подростков, через молодежь потом можно будет достигать и семейных людей, и родителей. То сам я воспитывался, родился в Баптистской церкви. И 50-минское учение к нам пришло, когда я уже был молодым парнем. И с моим баптистской головой мне нужно было искать молодежные варианты, молодежный современный язык, говорить к американской молодежи. И это было нелегко, нужно было где-то что-то ломать. Ну, стереотипы. Да, вот, нужно было что-то ломать. Потому, достигать молодежь, надо сказать ту деталь, что если молодежь сегодня не знает о духовности из церкви, она знает о духовности из Голливуда. Молодежь, молодежь, там мозги с вопросами. И это еще свежее. И я понимал такие вещи, что если я принесу Ду Святой, сверхъестественное, где прочитанное это обои было, люди говорят, что не делает Бог. Но если я принесу в церковь то, что Бог делает, а это факт ясный, человек был болен, и это вот медицинские все доказательства, справки, диагнозы и все прочее, молодежь отреагирует. Потому, нужно было переступить какие-то расстояния, границы. Я это делал и в моей молодости. Меня отец из нашей баптистской церкви возил на мотоцикле показать духовную церковь в Карпыловку. Это долгий путь, осенью дождь идет. И чтобы показать крещение Духом Святым, говорение на иных языках, пламенную небаптистскую молитву. Я был рожден при том, что Бог делает. И мне нужно было пересечь и границы, и культуры, и цвет кожи. Но побывать в мире самолетов, интернета и техники в местах, где Бог делает. И это неоспоримое доказательство. И я пригласил. По этой причине ты пригласил? Я пригласил. Почему ты предпочел, скажем, африканцам, нашим американцам? Ну, это в этом... То есть там не было что-то специального? Нет, не специально. Просто у вас складывались отношения с африканцами? Это просто что попадало. У кого-то складываются отношения с корейцами. Это нормально, да. Я был в Корее, был в Юнгичо. Семь дней я провел в его церкви на домашних группах, на молитвах, на горе молитвы, в пещерах. Но вот африканский вариант, он имеет яркие такие вещи, которые демонстрируются силой Божией, как во Дне Христа. Более эмоционально. Да. А сама структура, система ведения церкви, конечно, корейская, она очень высокая, она заслуживает внимания. Да, да. То есть и пригласив африканцев, у вас начали углубляться отношения. И молодежь, когда... Как они, прошу прощения, как они восприняли славян? Потому что они же знали, что они на славян едут. Ну, дело в том, что мы сеяли. Мы с раннего вот нашего начинания церкви, мы искали, куда лить воду, на какого служителя лить воду. Мы понимаем, перед тем, как воду Иордана разделять, то нужно лить воду на пророка Божьего, на руки. И мы смотрели, интернет позволяет сегодня смотреть вокруг мира. И мы не только смотрим по интернету, я увидел, туда полетел, там побыл. И я посмотрел детали, насколько люди честные, скромные, верные. Это все было проверено вот баптистской головой. И когда приехали они, мои молодые проповедники, сейчас мы имеем три молодых пастора. Это два моих сына, мой племянник. Владимир. Владимир. Савчук. Савчук. Может быть, здесь какой-то человеческий расчет, но Библия, она книга разума. Моих молодых пастырей, и в том числе, нас никто бы не знал и не видел бы, этих две затерянных в пустыне семьи, если бы мы не стали рядом с пророками, с духовными служителями. Стать с ними никто вам не позволит, если вы туда не посеете, не принесете жертву. Потому долгие годы мы в этот Камерун закупили весь, всю голосовую систему на церковь. Это начинали церковь с нуля в Африке. И когда мы принесли туда больше ста тысяч долларов просто, чтобы это здание построить, чтобы это все поднять, то впоследствии этот служитель сказал, «Я не могу так, чтобы вам отказать и не поехать в провести служение». Ну, смотри, ты подметил вопрос насчет молодых служителей. Никто бы никогда не знал и не видел бы. Ты знаешь, это тебе делает честь, тебе делает честь, как служителю, как пастыру, что ты не боялся молодежи. Даже не из-за того, ты их не боялся, что они, твое родство, но ты смотрел чуть дальше собственного носа, и ты, не имея страхов, к чему это приведет? Потому что могут быть, знаешь, как старшие, мы боимся отклонения. Потому что у 20-летних там могут пойти поползновения, как уклонение от истины или уклонение в сверх, как мы говорим, ультраправую харизматию. То есть ты этого не боялся. И ты знаешь, почему это тебе делает честь? Потому что по большому счету, по большому счету, я смотрю на эти вещи более проще, я не побоюсь сказать это в прямом эфире, более проще, чем смотрят ряд других служителей. Знаешь почему? Потому что лучше, лучше для меня, с моего субъективного мировоззрения глядя, да, лучше пусть он учится в церкви, проявляет свои способности, даже с учетом того, что он хочет проявить более эмоциональный характер своего служения. Может, руку поднял, может, даже где-то хлопнул, но только чтобы не ушами хлопнул. На эти вещи я смотрю проще. Главное, чтобы он сосуд свой в чести и в святости хранил. А будет ли он шаг вправо делать или шаг влево во время проповеди от кафедры отходить? Это, по большому счету, не ключевые моменты. Ключевые моменты, что он любит Бога, что он пребывает в молитве, что он пребывает в слове, что он исполняется Духом. Это самое основное. Это самое основное. Что бы ни говорили сегодня ряд служителей с бородами. Есть такие служители наши с длинными бородами. Вот. И с некоторыми я веду такие мягкие беседы. Я говорю, где написано, что Господь будет строго наказывать, судить или бичом бить за то, что молодой человек, исполненный Духа Святого, шаг влево или шаг вправо сделает по отношению к кафедре. Или чуть громче начнет молиться, исполняться Духа Святого. Где это написано? Поэтому, так сказать, я не ухожу в сторону. Но на этих молодых людей, которых временами они подвержены критике, они подвержены некоторым гонениям со стороны нас старших. Мы уже с тобой, ну если пятый десяток разменяли, мы уже, знаешь, к нам зрелость пришла. И мы должны учитывать, мы должны учитывать, не бить по голове этих молодых людей, не критиковать, а у нас такого вселенной было, а наоборот, поощрять, вдохновлять, говорят, слушай, давай, давай, давай. Михайлович, это долгий был путь с расчетом, пробитый на несколько десятков лет вперед, специально тренировка, учение. После каждой проповеди на протяжении 14, 15, может, 13 лет, каждая проповедь я сидел, подмечал, какие поправки, какие поправки. Я был рад бы сегодня иметь такую благодать, чтобы кто-то меня поправлял после проповеди. Но большому сожалению я такой благодати не имею, потому что я уже год не проповедую. Я заметил, что мои молодые служители, они стали проповедовать, как я. И мне невыгодно. Ты не говоришь, лучше, чем я? Ты не говоришь, как я. И когда я увидел, что они начали проповедовать, как я, я знаю, что завтра уже они будут проповедовать лучше, чем я. Потому мне правильнее, над чем я работаю, чтобы кафедра была молодая, красивая, профессиональная, классическая, духовная, аргументированная. Чтобы она умела предвидеть критиков, аннулировать, как можно, какие-то острые углы. Потому все детали. Очень важно, когда духовность, духовность, она еще подкрепляема профессионализмом. Да, потому сегодня они очень легко на сцене справляются. Компьютер, статистика, стихи на экран, фотографии. Это мелкие детали. Я подсказываю, советую, потому они молятся уже несколько лет. При этих служителях, задержимых людей, они оперируют уже частично в дарах Духа Святого, как слово знания, слово мудрости. Такая-то болезнь, такая-то болезнь в зале. И это уже не просто сказанное слово, а это факты. И люди приходят, получают исцеление. Господа даже не впечатляет. Бога меньше всего впечатляет, так я понимаю, в нашем. Технологические моменты, технические моменты. Господа впечатляет посвящение, глубокое посвящение в служении, молитвенная жизнь Господа впечатляет. А все остальное, о чем мы говорим с тобой, оно все способствует. И мы не должны и этого игнорировать. Но самое основное, если молодой человек, он понимая, что всевозможные социальные технологии, интернет-технологии, всевозможные достижения современные, они не вытесняют благодать, они должны способствовать благодати. И если человек двигается, движется в этих дарованиях, в духовных дарованиях, в молитвенном стоянии перед Богом, кто такой я, чтобы я могу ему запретить это делать? Посты, молитвы. Мы имеем каждое утро, в 5 часов утра, в церкви молитву для лидеров. Кто-то приходит чуть попозже, но церковь молитвенная такая, opening открыто до 9-10, люди едут на работу, приезжают, заезжают где-то в уголочке, там на скамеечке Библия, и люди молятся. На это обращено большое внимание. Потому, твой вопрос, какой смысл вот нашей связи и с духовными людьми? Церковь и есть духовная единица. Если в церкви нет духовности, неизвестен духовный мир, то легко превратиться просто в организацию с хорошей моралью, в которой организация сегодня и других религий. С приличным внешним видом. Но что выделяет христиан, это присутствие Божье, это Дух Святой, это Его, это Его осветительство. Когда Бог посылал Моисея в Египет, ну, нужно было доказать как-то людям, что это Бог говорит. Потому, сегодня Библии много. И с Библиями много. А вот то, что подтверждает Библию, не так много. Сегодня много есть слова, но нет слова. Есть слова, но нет слова. Да. Потому, потому мы эти конференции делаем. Эти конференции закрепляют дух внутри. Эта конференция будет зданием где-то около 6 тысяч людей. Это небольшой город между Сиэтлом и Спокеном. И такое здание, ну, не для Пасха нашего, где вот будет это событие. Почему так случилось, что оно в Пасху, трудно сказать. И почему люди приедут туда. Это же не первый раз. Люди едут. В пустыне. И едут сотнями, если не тысячами. И тысячами едут. И вот, друзья, я вам говорю, что в нашей церкви не ставится ударение на исцеление, шоу и вот какие-то знамения. Но Библия об этом говорит. В нашей церкви ставится вопрос о спасении. Самое большое чудо – спасение души. Все исцеленные помрут, воскресшие помрут. И здоровые помрут. И это может случиться в любой момент. И вечность без Бога – это нет слов, чтобы описать. Потому, чтобы Евангелие спасения делать громше, ярче, поднять его на вершину, то, если бы исцеление, сверхъестественное явление в жизни апостола были изъяты, ничего бы не получилось. А, сопровождалось проповедь, сопровождалось чудесами и знамением. Да. Это нормально. Это по Писанию. При воскресении Лазара из мертвых многие уверовали в Христа. Лазар потом умер, но спасенные души навечно в книге жизни. Потому, потому заботиться о царстве Христа поручено церкви. И это поручение требует жертвы. И сегодня, как и когда-то, люди по многих местах мира платят большую цену. Тысячи, десятки тысяч каждый год платят большую цену за Евангелие. Это жизнь свою. Кровь проливая. Смотри, что происходит на Ближнем Востоке. Потому, Евангелие Царства поручено нам сегодня. Вот, не просто так вот не делает Бог ничего. Делает Бог, если мы делаем. Если мы опускаем руки, инертны, бездейственны. И мы пропускаем то, что Бог делает. Потому, это правда, что на этой конференции будет много исцелений. Но, поймите, я скажу сейчас очень грубое выражение. Я его поправлю. Но исцеление – это всего лишь приманка на крючке. Это не приманка для тех, кто болен, и для их родственников. Но спасение по сравнению к исцелению, то исцеление всего лишь приманка. Вся суть – это спасение. Потому, если есть такая возможность, чтобы Евангелие было в силе Духа Святого, исцеление больных, освобождение от демонов, апостол Павел говорит, что мы должны ревновать за это. Видишь, нам более проще и безопаснее. Я подберу слово, нам более безопаснее не трогать эту тему, потому что, а вдруг не получится, а вдруг не произойдет. Ну и что? Совершенно нам более безопаснее. Это я не говорю к нашей чести, я говорю к негативу. Что вместо того, чтобы действительно ревновать о том, чтобы это было проявляемо, и, глядя, как молодые люди ревнуют, поощрять их к этому, в некоторых моментах корректируя, возможно, действия, да, но нам легче обезопасить себя. А я вообще вот, мне не так давно дали, выслали одну программу. Программу говорит, братюра, посмотри, у вас где-то там в Калифорнии есть интернет-канал, как-то братан ТВ или как-то называется. И там была недавно программа вот эта. Я говорю, не слышал, что за братан, ну, потому что интернет-каналов очень много, сейчас миллионы развелось, да. Ну, и я начал смотреть, я начал смотреть, включил, и проповедник проповедует. Говорит, 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 пятидесятники, это из Баптистов, из братьев Баптистов. Говорит, пятидесятники, это такое лжеучение, такая ересь. Я так перед этим экраном компьютерным, да, вот так, как и ты, расправил плечи, думаю, что за ахинею он несет. Говорит, это такая ересь. Говорит, они читают в Новом Завете только две первых главы Деяния Апостола, а остальные они не читают. Думаю, откуда ты это взял? Что за горе проповедник? Кто тебя на этот братан ТВ выпустил? Что это такое? Я прославил Господа, но не за ахинею, которую он нес. Я прославил Господа, думаю, Господи, слава тебе, что его видят, но несколько человек там на интернете кто-то посмотрит, вот, потому что на большой экран такой пустит здравый брат Баптист, братья Баптисты, служителя, с которыми я массами общаюсь, они не позволят себе даже в интернет такой обозвать пятидесятников лжеучением и ересью. То есть я к чему? Мы понимаем, как последователи новозаветного служения, что пора чудес не прошла. Это неправда, что вырвали мы две первые главы за говорение на иных языках, за духовные проявления, а все остальное мы не читаем. Это неправда. Потому что я стараюсь каждый день читать в Новом Завете не только две первые главы Деяния Апостола. Поэтому это естественно и нормально. Мы с собственными, некоторые динаминации, к сожалению, с собственными глазами, то есть с собственными руками, мы загнали себя в безопасное место и говорим, это было для первоапостольской церкви две тысячи лет назад. А Господь изменился. Они так не говорят, но так думают. Господь, видно, изменился, и сейчас это не требуется. Поэтому мы понимаем, написано, руками же апостолов совершались дела. Руками, то есть возложат руки на больных. Почему мы этого боимся? Почему мы боимся, помазавши елеем, помазавши елеем больного, и исцелить его Господь? Значит, мы имеем право идти к доктору. Не сомненно, да. Значит, молиться, просить у Бога здоровья, но не ожидать, что Он исцелить. Ну, для нас эта тема не новая, и это касается, может, и не только баптистов. Вот, прошлое воскресенье приехали мои друзья, пастора баптисты из России. Я там вместе служил, они баптисты были, а мы писяли. Мы дружили между собой. Потому, это, может, сегодня касается вопрос духовности не только и баптистов, и писядников, и остальных. Дело в чем, что... И не надо ставить так категорический вопрос, что вот, если кто-то не исцелится, все, целый провал или целая, ну, паника. Ну, и доктора не всем помогают. То есть, и это не значит, что Господь не действует, если даже кто-то не исцелится. Это не признак, что Господа там не было. Да, и что этот человек грешен. Совершенно верно. Если он не исцелился, то он, может, наоборот, у этого человека, который не исцелился, наоборот, больше веры, который исцелился. Помнишь, мы говорили с тобой на эту тему, наверное, в прошлом году. Мы говорили, мы чуть поднимали эту тему. Лучше, чтобы человек ревновал в своей болезни об исцелении, имел веру до конца. Даже написано, они умерли в вере, не получивши обещания. Чем, пастор Василий, чем всю жизнь не верить, прозябать в неверии и прожить до старости, не веря, что Бог... Поэтому я смотрю на молодых людей, вот говорят, вот недавно мы хоронили, в Сиатле хоронили молодые люди. Да и здесь умирают молодые люди. И до последнего, он моего возраста, ему недавно 50 стукнуло. Я на похороне был. И это, говорят, служители, которые свидетельствовали, посещали его, резко поставили диагноз, и через месяц он отошел в вечность. Здорово, молодой человек! Но он верил до конца, до последнего дня. Я, говорит, знаю, что Господь... Верю, что Господь меня может исцелить. Это лучшая форма веры. Лучше. Пусть он умрет в вере. Бог это воздает по достоинству. В покибытии воздаст за его веру. Чем можно жить в неверии? В полуверии, в маловерии всю жизнь. До старости, до 80, до 90. В неверии или в такой... Но нельзя сказать мне в полуверии такой или в маловерии такой. Братья и сестры, что в этой ситуации, когда человек верил в исцеление и не получил, и умер? Давайте возьмем обратную сторону. Ну, а если человек обращался к доктору, постоянно ходил на аппотменты, он что, не хотел быть здоровым? Хотел. Он хотел быть здоровым. Ну, в конечном итоге, мы все умрем, даже после доктора. Какое может быть здесь разочарование, что Бог не исцелил? или... Ведь христианин смотрит намного дальше исцеления. Если только человек верит, христианин верит в исцеление, и дальше у него нет веры за исцеление, то это ничтожная вера. Мы смотрим на исцеление и болезни как пункты, а вечность – это то, что во Христе. Потому, отрицать исцеление, если кто-то не исцелился, это неправильно. Это то же самое, что отрицать доктора, если кто-то во время операции или после продолжительного лечения умер. Давай мы откажемся теперь от медицины. Ну, это нет логики никакой. Мы не спешим отказываться от медицины, совершенно верно. Мы же пользуемся... Почему же тогда мы отказались от обетования Нового Завета? Да. Вот, потому, если кто-то не исцелился, Христос зашел в купальнюю Вефезду и одного человека исцелил, а остальные мы ничего не знаем об остальных людей. Поэтому и ограничиваться или так ставить вопрос принципиально, что вот если моего сына Бог не исцелит, я в церкви за кого буду, не буду молиться. Или, ну, это неразумно, это детство, это нездравость. Мы не должны вот так ставить себя в тупик или Бога пытаться поставить в угол, что вот если этот человек не исцелится, значит, больше Бог не исцеляет. Это неразумно. Нужно смотреть объективно, по-музски. Пусть из тысячи Господь одного или двоих исцелит, даже возьмем по минимуму, уже не говоря по максимуму, и то в этом имя Господа прославляемо. Если Бог исцелил, поднять это исцеление, сказать, что это Божье чудо, на одного человека будет приходить меньше билов, платить от медицины, это все платится. Да, это все платится. Вот, потому, почему мы в церкви за кафедрой должны выставлять какие-то единицы, которые Бог не исцелил, и перечеркнуть молитву за исцеление. Это неправильно. Мы должны быть смелы, как идем к доктору, рассчитывая на то, что он нам поможет, так точно в молитве мы должны знать. Ты знаешь, в твоей философии библейской ты никогда не прогоришь. Ну нет. Ты не прогоришь. Нет. Прогорит тот, знаешь, кто прогорит? Кто вот сомневается. Кто не верит, кто сомневается. Который делает заключение, а не на удачу. Кто смотрит со стороны, получится, не получится, но человек с двоящимися мыслями, он не тверд в своих путях. Поэтому в твоей жизненной философии ты не прогоришь. Мы должны смотреть на исцеление, как на промежуточный пункт. После исцеления мы опять болеем. Наше тело изнашивается, как автомобиль. Он требует ремонта. Потому если сделать исцеление таким чем-то большим, особенным, что и вечность перекрывается, исцеление, это не библейский взгляд. Из ста человек, рождавшихся, сто умирают. Если, конечно, Господь не придет, и мы не изменимся во мгновение ока. Вот смотри, что я заметил в Африке. В Африке исцеление работает просто сильно. Думаю, что намного меньше расчет на медицину. Вторая деталь, что очень сильно развитый оккультизм. Если сегодня в Америке духовность где-то остается на площадке Голливуда, извращенная, то церковь потеряла богатство, потенциал, правду о духовности. Духовность есть первичная. Несомненно. Это же тело, где мы находимся. Если церковь теряет духовность, то что, только оккультизм сегодня, бесы работают, колдуны работают, ведьмы работают, грех работают. Все работает, извращенность работает. Дух где-то не работает. Но это неправда. Это неправда. Потому, как я учу своих молодых. Моя жена работает в больнице с доктором. Она делает кардиограммы. И до того, как доктор увидит пациента, то моя жена делает все препарейшн, все приготовляет. И доктор не так много смотрит на пациента. Ему жена приносит все доказательства. И он только так вот читает здесь, смотрит, смотрит, смотрит. Он разбирается, что здесь правильно, что неправильно. В наших церквях мы много перемешали правильное с неправильное. И потому мы боимся. Мы не знаем, где Божье, где не Божье. Ну, понимаешь, почему дуем на холодное? Кто-то обжегся единожды на горячем. Говорит, до нас в село там кто-то приехал, там нарубил какой-то беды. Я уже на украинский перешел, хотя он у меня такой сложный. Но из-за этого мы согласны перечеркнуть все остальное. Из-за того, что десь что-то в селе там произошло. Но очень важно понимать, что есть библейская правда, что принадлежит по обетованиям Божьему народу, и что нам не принадлежит. И тогда делаешь разборку. Вот это Божье, вот это не Божье. И против не Божьего выступаешь. Выиграл, выиграл. И пошел против не Божьего, выиграл. Ты выигрыш. Но если и не выиграл, по крайней мере, воевал. Есть вторая сторона. Есть вторая сторона. Смотри, с кем-то я недавно беседовал. Иосиф же, Иосиф же, будучи мужем праведным, и не желая огласить ее. Праведность никогда не оглашает. Праведность никогда не оглашает. Она готова покрыть. Так вот, я приложу толкование к этой мысли. Если мне даже что-то непонятно, умные, разумные люди, умные, разумные люди, мудрые люди, имеющие страх Божий, они никогда не будут, запомнишь, никогда не будут поднимать рот, открывать рот, поднимать голос, скритиковать, обзванивать, ты слышал, там было, а там вот такое, а там чего не было, что там было. И понимаешь, Бог этого не любит. Бог не любит. Мы более склонны, мы более склонны критиковать, осуждать, опустить какое-то служение, более чем мысли, положи рот, положи перст на уста. Меньше греха будет, я так понимаю. Меньше мне будет греха, хотя в узком кругу, как служители, мы анализируем те вещи, те и те вещи, но даже на братских советах, наблюдая за некоторыми разумными братьями, есть такие, которые вскакивают, знаешь, как олень, вскакивает, и пошел, и поехал, и не остановить. А мудрые братья, он 10 раз выслушает, он один раз скажет, но он не позволит себе устами гулять по служителям, по людям, по событиям, по исцелениям или не исцелениям. Ты согласен со мной или нет? Это правда. Михайлович, смотри, если питаться грехами, с областями, если только обращать внимание, где не получилось, то ты опустишь свою веру. Это разумно. И веру людей. И веру людей. Но мы не так поступаем с докторами. Не так поступаем с медициной. Но не помог один доктор и он второму. Не та медицина вторая. Где же логика? Тогда, когда доктору принесли исследование, значит, это самое, и доктор долго посмотрел, что написано, и берет скальпер, и все режет. Аппендицит, другие операции. Это очень, очень, как говорится, грубый поступок доктора, получается, очень герзостный. Но он знает, что правильно. Что, с Библией сегодня мы уже перестали знать, что от Бога, что Божьи обетования говорят. Если мы не будем смелы наступать, мы никогда не будем иметь без битвы победу. победа приходит только, когда ты вступаешь в конфронтацию. Если будут такие люди, что помрут, конечно, будут, что помрут. Все мы помрем. Но уметь, уметь исцеление, Божьи ответы, Божье чудо, выставить, чтобы имя Божье прославилось, и Евангелие было громше, это разумно. И там, где не получилось, перест на уста. Ну, ты же не разгласишь, не ходишь на интернет или на телевидение и хамишь вот эту медицину, которая тебе не помогла, другому помогла. Несомненно. Где же логика? И не получилось исцеление. Молись за второго, за третьего, десятого. Лучше выйти из лодки своей, лучше выйти, будучи подвергаемым, подвергаемым и волнам, и ударам, и чего только, и критике, куда ты пошел, куда ты полез. Побольше бы таких Петров в наших служениях, побольше. Потому что, по большому счету, вера это риск. Да. Это большой риск. Да. И вера, она разумная. А как же? Да. Вера не такая, которая вот завтра в панику упала, в истерике, она просто то, что скрытое прожит Богу, открытое, если нам человеческий. Мы идем дальше, но, но если мы не пойдем на сверхъестественные от Бога ответы, то мы мертвому Богу служим. Нам не тут что показать на самом деле. Потому Бог всегда, которых людей посылает, использует, ведет, подтверждает. Знаешь, что мы сделаем? Я попрошу тебя совершить молитву сейчас. Видишь, у нас... Сколько у нас времени? У нас еще есть пять минут. О, то мы же в конце. Да. Друзья, могу пару слов? А как же? Да, конечно. Друзья, будет race to deliver конференции... Название конференции. Конференции crusade в Пасхо, штат Вашингтон. Я обращаюсь... Вот какая? Вот эта камера. одна из камер. Я обращаюсь к вам. Будет действительно много исцелений. Это правда. Хотя с нашего разговора вы видите, какой у нас взгляд на исцеление. Мы ваше исцеление хотим преподнести как Евангелие, спасающее души. Потому закажите, выйдите на наш церковный веб-сайт Hungry Generation и проследите. Приедьте. Hungry Generation .net Будет много исцелений, будет много освобождения от демонов. Но самое главное, Евангелие будет как город на вершине горы. Евангелие будет спасительным. И мы из этой вершины проповедуем Евангелие спасения. За этот год у нас на каждый день есть новый человек, который принимает Иисуса Христа. Мы это используем, чтобы донести спасение. Завтра в программе некоторые свидетельства. У тебя не менее 5-6, ты говоришь. Да, Ну, свидетельств на веб-сайде очень много. Просто тут со мной есть. Понятно. Поэтому здорово, здорово. Друзья, знаете, мы о чем говорим, то, о чем мы говорим, наша тематика, она подкрепляема Словом Божьим. Вот авторитетом этого слова. Это не то, что мы где-то с потолка взяли и ниоткуда. Это жизненная истина. Она проявила и проявляет и подтвердила себя уже тысячелетиями. Делает Господь. Делает. Господь делает. Это не правда, что Бог молчит. Это не правда, что Бог уснул. Это не правда, что Бог задумался и занят чем-то. Бог ей живой. И на этом мы стоим. Поэтому, пастор Василий, я попрошу тебе сообщить молитву. Сколько мы еще? У нас есть еще три минуты. Смело. Во имя Иисуса мы просто будем призывать имя Господне, призывать Его силу, Его славу, призывать Его исцеление. Все, что от Господа. Пожалуйста. Друзья, Бог делает. Следуйте за теми местами, проповедниками, служениями. Сейчас с Вашего дома это нетрудно. Просто нужно найти на веб-сайде, на Ютьюбе. Не следите, не идите там, где нет дела. Идите там, где дело Божье есть. Ваша вера будет. Христос когда-то сказал так. Если вы не увидите дело Божьих, то не уверуете. Вот Христос сказал, если не веруете словам Моим, делам Моим, дела дают право верить. У Вас будет вера, и она у Вас сейчас есть, после этой передачи. Какая бы ни была Ваша нужда, Бог силен Вам помочь. Семья, дети, здоровье, финансы, депрессия, навязчиваяся мысли, голоса. дайте, дайте, чтобы ваши проблемы услышали Ваш голос, голос Евангелия, спасения, голос Духа Святого. от Вашего голоса веры трепещут ваши проблемы. Дьявол. Потому в этой молитве, которую мы из этой студии с Юрием Михайловичем сейчас совершим за вас. Бог поможет вам и даст вам помощь. Исцелит и прострет свою руку. Давайте вместе помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе из этой студии, в эти дома братьям и сестрам, где сейчас нужда, проблема, чье-то сердце, устало и упало. Подними, помоги. Какие их не нужны? Господи. Их не будет дома. Может, как дом Иова. Так много разрушений. Во имя Иисуса восстанови. Детей восстанови. Пусть придет твое чудо в дома. Стада восстанови. Здоровье восстанови. Во имя Иисуса. Я приказываю Духу, который напал на Святой Дом и Аллах. Я не извергаю Твою власть. Я иду в Духовный мир, и я приказываю Тебе, будь разрушен, да будет восстановлено Царство Божье в домах, в семьях, в жизнях, в душах для спасения. Господь. Во имя Иисуса Христа. Веруйте, ангелы Божьи, Дух Святой на вашей стороне. Вы будете жить во имя Иисуса. Пастор Василий, благодарю. Спасибо. Это было благословение. Мы завтра будем продолжать. Если эта программа будет в повторе, друзья, снова анонсировка, что конференция, это будет в Трай-Сити, небезызвестном, а оно еще, так сказать, расширяет свои владения при территории и влияние свое. Поэтому это будет 12-го, 13-го, 12-й, 13-й, 14-й. И 14-й. Мая. Мая, да. То есть буквально через месяц от этого месяца. Поэтому пастор Василий, еще раз до завтра. Благословение. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импакте и будьте благословены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...